Итак, начнем с повторения Провидного. Я не уверен, что вам в музах давали теорию экономического роста в полном объеме, но если все, пускай сделано Марксом, Кондратьевым и всеми остальными, это теория экономической динамики, очень популярна. Значит, смысл заключается в том, что воспроизводство, оно вот, ну, растет, есть такое качество, у экономики динамика подается этот вопрос. Но, точно так же, как и любая экологическая среда, происходит замедление этого роста, происходит замедление роста в любой экологической среде, если кролики начинают много кушать травы, рано или поздно они ее все выдачат. Теперь, именно потому что такие фирмы возникают постоянно, то возникает такая циклическая динамика. Но, в целом, рано или поздно жизнь долаживается, и экономика растет, и вы даже на это не делается. На этом часто спекулируют те, кто работает на рынке в центном бумаге. Они говорят следующие вещи. Ну вот, вот сейчас упадет, а вот завтра, завтра все будет хорошо. Вот с этой точки зрения здесь очень важно вовремя остановиться, потому что стоп-лоссовс – это один из очень мощных методов управления рисками. Потому что, ну вот, многие события, которые там приходят на ум, по варклайз-бамбу, по всем остальным, вот кто играет, 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 не может никак остановиться. Мы, слава богу, научились это делать. Значит, по теории экономического роста, рано или поздно жизнь долаживается. По теории, из этой же теории вытекает следующее. Поскольку российская экономика у нас на старте, а мировая экономика в пять раз лучше, в шесть-семь раз, если брать Америку, лучше, чем то, что мы, то рано или поздно за счет новой индустриализации в нашей стране, чередовно работать на развивающихся рынках, мы тоже выйдем, и более того, мы станем локомотивом для той же самой немецкой экономики. Вот во вторник будет встреча с австрийскими банкирами здесь, это как раз таки время. Теперь, с точки зрения монетаизма, что происходит, когда начинается кризис? Значит, денежная масса, она скорость денежного обращения. Так вот, когда в условиях кризиса у нас сжимается экономика, то ответом на этот кризис является страх о том, что деньги перестают циркулировать нормально, заметается денежный оборот. И сколько они вливают в денежную массу, вот это недоверие друг к другу не восстанавливает этот платежеспособный спрос. Есть очень принципиальная разница между тем, что делает банк «Центр Инвест» и между тем, что делают все остальные банки. Все остальные банки ориентированы на кэш-лоп. Вот всем приятно понимать, что есть поток, а к этому потоку надо каким-то образом пристроить свою ведерко, получить свою комиссию и что-то сделать еще. В банке «Центр Инвест» каждый рубль, который выходит из банка, мы стараемся видеть, как этот рубль вернется в банк. И такая ментальность, такое видение этого процесса очень здорово нам помогут. В 1996 году был очень мощный кризис неплатежей. Никто не верил никому. И для того, чтобы просто экономика не впала в окончательный ступор, надо было, чтобы деньги от одного покупателя переходили по всей цепочке и в конечном счете к нему возвращались. Это старая сказка, старая история, которая рассказывает о том, что дама приходит смотреть яхту, дает заданку в тысячу долларов. Пока дама осматривает яхту, вахтенный рассчитывается с боссманом, с боссман с капитаном. В конечном счете капитан со старткомом, стартком с вахтерным матросом. Дама выходит, но весь экипаж счастлив, просто потому, что за это время они все отмечают свои проблемы. И вот когда был этот кризис неплатежей в 1995, 2006, 2007 годах, банк «Сендер Инвест» зарабатывал деньги тем, что мы брали за задолженность наших клиентов и просто ее складывали вместе. И когда мы увидели, что возникает вот такая цепочка, то они ленились и вместе с этими векселями ходили одного клиента к другому до тех пор, пока цепочка не замыкалась. Иногда эта цепочка замыкалась очень долго. Иногда часто один и тот же вес им нужно было прокрутить несколько раз с тем, чтобы погасить эту задолженность. У меня в архиве есть копия векселя со 150-ю индосамитами. Это вот такая пачка бумаг, которые приклеивались каждое очередное, каждое очередное, индосамит, нужно было его приклеивать. Это проблема, которую мы настолько профессионально решили, что когда комиссия по оперативным вопросам во дворе саду и борисовым Чубайсом рассматривала эту проблему неплатежей, и в положении об этой решении этой комиссии было указано, что нельзя эти векселя использовать, чтобы эти векселя проходили через бюджет, мы своим примером просто показали, что наоборот, это можно делать. и можно делать только лишь в том случае, если дисконт по векселя не попадает на бюджет. То есть бюджет это вот такая священная коробка, на которой нельзя было заниматься извлечением прибыли. Книжка «Неплатежи» это была самая популярная книга в правительстве 90-х годов. Практически все министры финансов вырывали у меня из дома, который бы я привозил очередную партию этой книги в Москву. Сегодня только, по-моему, одна книжка там в архиве у меня есть на нашем сайте книга «Неплатежи», и самое интересное, что в нынешних условиях она остается актуальной, потому что как только где-то возникают трудности с управлением ликвидностью, вот там прямо инструкции, которые писала Илья Ивановна Тодорова и Александр Николаевич Нагаев, вот прямо по этим инструкциям шаг за шагом, и можно доводить предприятия на нормальную ситуацию. Значит, что еще происходит с точки зрения теории спроса? С точки зрения теории спроса, когда сокращается доход, то сокращается спрос на дорогие товары, на товары первые, на товары не первые, на дорогие товары, товары длительного пользования и товары первой необходимости. Вот это уходит в последнюю часть. И мы вот за последние годы наблюдаем этот процесс, когда в трудную минуту люди отказываются от многих вещей. Особенно ярко эти процессы наблюдаются в западных странах. То есть вот там как-то отошли уже от дорогих вин, от дорогих застолий, и просто люди научились жить скромнее. Мы еще к этому вернемся, но за то время, пока идет этот кризис, оказалось, что все-таки наиболее эффективной, наиболее качественной теорией является у нас неопластическая теория. И вот почему. Смотрите, что происходит у нас. При старом спросе, при докритисном спросе происходит сжатие этого спроса. За счет чего происходит сжатие? Каждый доллар, который вращается в мировой экономике, он еще, помимо доллара, который товар, за которым стоят какие-то материальные ценности, в мировой экономике крутится еще 23 доллара, которые, ну, как-то просто дублируют его. Все деривативы, все остальные производные инструменты. Так вот, когда на том рынке возникает недоверие, то сокращается весь спрос. Когда спрос сократился, то мы из вот этого объема экономики превратились в более, в меньший объем экономики. И дальше ставится задача восстановления этой экономики. Чтобы восстановить экономику, для этого надо при новом спросе, чтобы было новое предложение. только тогда вот этот прямоугольник становится больше, чем первоначальник. И само понимание, как мы выходим из кризиса, оно на самом деле очень важно. Важно с какой-то очереди. Да, стало хуже, но для того, чтобы стало лучше, это нельзя сделать на старой технологической базе. Любые противоречия, технические, социальные, экономические противоречия, они всегда требуют использования новой технологии. И когда начинаешь осознавать, причем, что характерно, это технологии, когда добра начинает работать при более, при меньших ценах. При меньших ценах получается больший объем. И вот, как было проведено исследование, когда вот шел этот кризис 98-99 годов, мы мониторили. Разные страны, как они реагируют. Были страны, которые продолжали свой монополистический рост. Такие, как Индия, например. Были страны, которые осуществляли эффективный рост. Такие, как Китай. То есть, у них снижались цены, и они восстанавливали объем. Потому что они продолжали поставлять продукцию на мировые рынки, где уже был кризис. Где у потребителей был кризис. И потребители больше покупали китайской продукции. Бразильская экономика, она сжималась. И власти, я имею в виду, что сокращались и цены, и объемы. Вот. Все экономики развитых стран, они были тоже вот в этом вот сегменте. Ну, такая рыночная реакция. И, к сожалению, только наша страна, значит, сокращала объемы производства на то, очень существенный спад. И при этом мы умудрялись еще наращивать цены, наращивать инфляцию. Вот все эти процессы, они как раз таки привели к совершенно иному пониманию кризиса. Иному пониманию кризиса здесь у нас на юге России и по стране в целом. В 2008 году Владимир Владимирович Путин объявил о начале о том, что кризис пришел в страну, он объявил на форуме в Сочи. Это был конец сентября. Объявил он всегда традиционным образом. У Гнепа все в порядке. Вот когда звучат подобного рода фразы, это означает, что будут, у всех остальных будут большие неприятности. И тогда прошла очень нехорошая волна, когда клиенты государственных банков говорят, а что вы тут деньги перечисляете? Вот, это у нас, за нами государство и так далее. Когда речь идет о государственной поддержке, это наша принципиальная позиция. Значит, слово государственная поддержка, это, ну вот, только в российской экономике, только богатый русский язык в состоянии описать всю реалистическую картину. Например, там, живой труд, мертвые души, государственная поддержка бизнеса. Ну, либо государство больное, либо бизнес больной, если нужно его поддерживать. И при этом, что характерно, вот, что на самом деле из себя представляет государственную поддержку. Вот, в развит... в... в рамонодевческих странах, в роде племенные отношения, сидит в вашем племени и рассказывает своим соплемением. Боги послали нам государственную поддержку, которую я справедливо разделю между вами. В развитых странах, если словно только слышат о том, что государство кого-то поддерживает, сразу возникает мысль, за чей счет? За счет нам благоплательщика. Ну, обычно идет речь о тех бытовых трудностях, которые возникают у пенсионеров. Я спрашиваю, ну а куда вы летели? А я ли что, в правительство просить деньги для своего завода? Я говорю, ну, в правительство сейчас денег нет, или скоро будут, поэтому, скорее всего, возьмут опять деньги у пенсионеров. Он вначале обиделся, ну, для вашего завода, он вначале обиделся, но потом задумался. Поэтому, жить, работать и учиться нужно так, чтобы не было стыдно, когда ты просишь поддержку. Надо ли отказываться от государственной поддержки? Нет, не надо. Надо, чтобы, когда ты получаешь государственную поддержку, вот твои рыночные преимущества, они еще больше равны начать. У нас есть такая форма государственной поддержки, как государственная поддержка агробизнеса. Получают ее по всем формальным признакам те, кому она не нужна. Те, кому она нужна, она просто на них не доходит, потому что требования к получению, они просто не застают. Что обычно делают эти люди? Ну, они стараются увеличить свое производство. Кладут бить не на депозиты, ну, как-то еще лучше пытаются увеличить свой бизнес, еще лучше пытаются его расширить. Так вот, когда Путин, тогда объявил о том, что уехал в своей порядке, оно срочно приехало, кстати, на Небалонной сюда, собрали трудовой критер, и это было очень болезненно, потому что всем, кто собрался, надо было объяснять вот этот вот процесс о том, что нужно не повышать ставки для клиентов, просто возьми вопрос, а наоборот снизить цены на кредит, для того, чтобы потом сохранить клиента и сохранить свой бизнес. И вот эта политика, она очень болезненно воспринималась, воспринималась очень многими специалистами, которые давно работают в нашем банке, и тем не менее, в какой-то момент прошел этот перелом, и сейчас мы с вами уже пожинаем плоды успеха такой политики, потому что недавно Шахта, когда я там открывал фонд бизнес-лигеров молодежного предпринимательства России, ну, один из общественных деятелей начал разговор о том, что банки дают там какие-то дорогие кредиты, повышают ставки, и так нам всем трудно, сидит рядом настоящий предприниматель, в лицо кавказской национальности, такой крупный, он говорит, а это не повышало ставки, ну, лучше, ничего, лучше рекламу просто-напросто не придумаешь, и действительно, мы очень многим помогли завершить те начатые проекты, и поскольку мы им помогли завершить эти начатые проекты, то они не только сохранили, но и захватили еще больше рынок. Теперь как развивалась события дальше? В сентябре, в конце сентября было сказано о том, что кризис пришел, в начале октября, через две недели, после этого, мы сделали это, разработали для себя и для своих клиентов, это было просто осместить, что происходит. Мы разработали программу поддержки, программу Юг России против глобального кризиса, и мы говорили, если ваш бизнес упал меньше, чем на 30%, вы успешны предприниматели, не паникуйте, это нормальный процесс, что все сжимается. Но, чтобы быть конкурентоспособным завтра, вы должны минимум на 30% повысить свою эффективность. В тот момент было просто, нельзя было людям говорить о том, что их ту эффективность надо повышать в 3-5 раз. Хотя на самом деле эти процессы жли, и когда мы встречались с нашими клиентами, они вот как раз таки и высказывали эти мысли о том, что не первый, не последний, а очередной этот кризис, только у дураков на головах бывает этот кризис, и заканчивается как только здесь программа собственного посткризисного развития. На практике это выглядит на следующем образом. Да, никто не будет строить новые парковки, но старые будут ремонтированы на моей вере. Да, многие мясокомбинаты не будут производить колбасу, но те, кто будут производить, будут пользоваться моей оболочкой. И вот эта обратная эмоциональная связь, она дала очень мощный импульп. Когда я уже в декабре приехал в Лондон и давал интервью на Лондон, я все эти фразы повторил. И дальше поразительная реакция, поскольку там скрины на каждом углу стоят, и что по разным странам идет трансляция, собрались в комнате выпускающего редактора, после моего выступления, с одним, ну, человек 15 журналистов, с одним единственным образом. Парень, а где это югрессит? Дай адрес. Потому что у блумерга, вот триллер шел постоянно. Только наш, собственно говоря, опыт и показал, что это все возможно. Значит, фраза о том, что это кризис, это просто болезненное избавление от дурной привычки получать много, быстро и дешево, вот это тот опыт, который уже быстро дан нам на сегодняшний день. Значит, самый глубокий кризис не бывает всеобщим, и на некоторых презентациях в узком кругу нам еще добавляется фраза. нечего ссылаться на глобальный кризис, у нас своей доли хватает. Поэтому, как надо использовать кризис? И кризис 98-го года, и кризис 2004-го, и кризис 2008-го года Банцентр Инвест использовал для захвата рынка, для новых рывков на рынке. Это то, что касается, вот первая часть, теперь, а где-то тут, ага, это все здесь. Теперь, вот, самый интересный вопрос. А все хотят выйти из кризиса. Проблема не в том, откуда выйти. Проблема в том, куда. А вот куда, это очень интересно. Мы провели стресс-тестирование, и в ходе этого стресс-тестирования мы просто предположили о том, что, а вот тут из того, что есть, ничего просто не будет. Нужно убрать все лишнее. И тогда оказывается, что в названии каждой биржи нужно обязательно включать слово «казино». Базельский комитет будет переименован в «Вавиловскую башню 2-3» и дальше. Значит, рейтинговые объединства станут букмекерскими офисами превратиться. Банки разделят свой бизнес на платежные системы и инвестиционные банки. Но на каждом инвестиционном договоре, на каждом кредитном договоре будет написано на пачке «Сигарет». «Инвестиции вредны для вашего здоровья». Значит, все вот эти вот фразы, я, результат этого стресс-тестирования, я истинно хотел помочь большой глазам. В Вене в 99-м году сорвался Международный институт финансов, и первая панель как раз была о том рекомендации института финансов. Я понимаю, что вот сейчас уже кофе-брейк, времени нет, попросил слова, коротко я сложил свои мысли, и вот поразительная реакция зала. Дворец Холмбург, ну, это примерно штук 80 вот таких залов, как этот, и весь, он был заполнен участниками форума. Вокруг меня образуется вот такое пространство размера цветной величины. На кофе-брейке ко мне никто не подходит. И после этого, только на следующее утро, ну, случайно встречая меня, я оглядываясь, чтобы никто не видел из коллег, начинают пожевать мне руку там региональные банки из других стран, и здорово сказал, все правильно. Потом Чарльз Доллара, который мне подарил эту книжку, это прецедент Международного института финансов, он прислал личное письмо с благодарностью за весь этот прогноз и за весь наш опыт, который мы делаем. На следующий день выступает 40, и тоже при капитализме, тоже рассказывает, как при капитализме будет плохо. Я толкаю своего, ну, не толкаю, обращаюсь, почему ему хлопают, а мне вчера не хлопали, обращаюсь к нашему независимому директору, бывшему президенту Бонтесбанка. Он смотрит на меня так, все следили, говорит, да ты же через 15-20 лет и тебе будут так хлопать. Поэтому я вам всем рекомендую даже и до этого счастливого времени. Значит, что тут еще важно? Вот когда мы это стресс-тестирование прошли, то и дальше углубим, что еще будет происходить? Будут происходить очень интересные вещи, например, численность центральных банков должна будет сократиться наполовину. Они просто будут не нужны, потому что это будет только платежная система. Значит, многие еще моменты, о которых я чуть дальше скажу. Вот эта картина, очень поздно нашел эту картину в интернете и специально ее использовал в своих презентациях, это известная притча «Свепой ведет незрячий». Значит, вот эта картина Питера Брюгера «Шесть стихов назад», но это типичная ситуация. И не потому, что люди плохие, а потому, что новое, оно всегда воспринимается очень тяжело и очень трудно. Вот потому что, что такое, это не знаю. Это вот, вначале, в сервере, этого не может быть, в этом что-то есть, а потом это знает каждый. Поскольку в банке центральных мест новое, каждый квартал, где тряпится, новый какой-то продукт, новая технология, то мы же к этому привыкли, что вначале говорит «нет». А потом постепенно все это выходит. Параллельно идут такие процессы, как шумиха, неразбериха, наказание невинных, награждение непричастных. Но в целом, процесс новизны идет именно таким образом. И о какой же новизне мы сегодня говорим до банка центра инвестиций? На русский язык очень тяжело перевести слово «состояноперед». Дело в том, что на русский перевод, как правило, звучит «устойчивость». А в русском языке слово «устойчивость» это одновременно и застой, и устойчивое развитие. И вот когда журналисты, начинающие эти тонкости все объяснять, кстати, редактор «Ванин Шелтайца» был просто покоен вот этими лингвистическими разъяснениями, когда мы подавали свои документы на конкурс «Ванин Шелтайца». Был покоен именно тем, что нам приходится все это объяснять в гораздо более тяжелых условиях, чем это делает «Ванин Шелтайц». Так вот, в трудную минуту всегда у советского народа спортировалась такая привычка. Как начальство сказало, вот это правильно, а все остальное это как бы отлугало. Поэтому всегда надо искать какие фразы у руководства, которые подтверждают вашу точку зрения. О том, что устойчивость это стабильность и развитие, и самое главное, что устойчивое развитие это развитие, ориентированное на долгосрочную прибыль, а не на 7-минутную, спекулятивную. Вот это уже становится более понятно всем. На самом деле, термин «Состоянный библиотерон» используется уже лет 20, больше, наверное, лет 30, используется в материалах Мирового банка, и он означает развитие бизнеса не только в интересах текущего, но и в будущем поколении. Как правило, это касается экологической и социальной ответственности. И вот вокруг этого ламура экологии и социальной ответственности, и как правило, идет вся эта вещь. Опыт Мампо-Центральный Вет как раз таки показывает, что устойчивое развитие это бизнес-модель, это другая модель бизнеса, когда вы не перескакиваете, как блоха, с одного рынка на другой, а вы твердо и последовательно реализуете это сын. Так вот, куда же выходить из кризиса? Значит, на самом деле на столе предложений не так уж и много. Первое предложение у ООО, наконец-то. Первое предложение заключается в том, что все пытаются сохранить спекулятивный бенгин. Значит, спекулятивный бенгин это 7-минутная прибыль, это хэдфандерство, ориентации рассчитаны только на рост, ориентация на продукты, у нас ориентация на клиента. Значит, мы воспитываем свой персонал, у нас другое, цена определяется исключительно рисками, мы стараемся присутствовать вместе с клиентами в регионе, поддерживать бизнес и операционная система ориентирована на этот бенгин. Спекулятивный бенгинг это то, что на сегодняшний день достаточно широко распространено. Более того, не только в России, но и в других странах пережить советскому типу бенгинга, когда государство прошло капиталу крупнейших банков. И эти банки пытаются и пытаются управлять для того, чтобы просто не разросся этот коллапс. Но в отличие от Российской Федерации, эти банки с самого начала были ориентированы на то, что рано или поздно государство из них выйдет. На самом деле это уже не стоит и важно. Выйдет государство из них или не выйдет. Потому что сама система будет разделена на то, что на платежи и расчеты и на инвестиции, которые будут организованы совсем по-другому. Сейчас я покажу еще один слайд для того, что да, и Islamic Bank. В Islamic Bank где там все очень здорово устроено, там нету прибыли. Там нельзя давать деньги в рост и получать за это прибыль. Поэтому поскольку там прибыли нет, то инвестиции там происходит следующая. Мы вместе инвестируем в общий бизнес с клиентом. Получилось? Хорошо. Нет? Значит, списываем наши убытки каждой проводкой иншаллах. И считаем, что этого достаточно. Так вот, все эти модели на самом деле они различаются всего лишь надцей фазой и амплитудой между собой. Ну вот основной бенкинг либо пан либо пропало, а вот эта вот проводка как раз таки иншаллах. Что касается устойчивого бенкинга, то это бенкинг, который ориентирован на реализацию цели, не требуют резких поворотов в ту или иную сторону, тот или иной сегмент, тот или иной продукт. Почему это получается в банке с выбором инвестиций? Славная цель я вам буду рассказывать о нашем региональном преимуществе. Дело в том, что вот эта разница в мировой практике в 5 раз эффективность выше, чем у нас, она как раз таки нам позволяет взять все лучшее у них, реализовать у нас и при этом остаться выше. как наши клиенты и банки цели как инвестиций. Это то, что касается теоретического рассказа о тех моделях, которые используются. Теперь то, что касается нашей миссии. Мы ориентированы на работу на юге России для того, чтобы обеспечить качество банковских услуг, оно тоже у нас есть объем банковских услуг для населения юга России в 5 раз меньше, чем европейские страны. На основе лучшей мировой практики. И вот как это выглядит на практике, очень важно, чтобы в этом гламурном кругу состояния есть несколько ассоциаций. Ну, там Литву показывает свой авторитет, это как люди исповедующие одну религию, или меломаны, или футбольные фанаты, которые любят одну и ту же команду, с ними так приятно поговорить, все это рассказать. А вот когда выходишь на спекулятивный рынок, то это бывает очень нелегко. У нас три года шла очень тяжелая дискуссия с Муфисом, потому что нам нужен был международный рейтинг, но у них вот это восприятие раз региональный банк, значит у вас региональный риск. Я не против. Когда концентрируются риски в одном регионе, это не есть хорошо, но вы мне покажите в Российской Федерации регион, который лучше, чем Юг России. И когда начинают с ними последовательно дискутировать, на Урале финансировать, там тяжелая промышленность, это очень здорово, но она не просто ее продукцию не столь эластичен по отношению дохода населения. Все остальные регионы, включая Аляския, Астралия набирались, Бразилия, везде, где это только можно было, и мы показали, что обосновали раз, обосновали два, дальше была еще такая очень тяжелая тема в дискуссии с ними. У вас 23% вашего портфеля находятся в агробизнесе. Но это регион, который производит лучшую и самую дешевую продукцию, самую успешную продукцию и производит 23% для всей российской генерации. генерации. Если вы мне скажете, что сельское хозяйство надо за порядком кругом развивать, вот там и есть самое главное. Спекулятивный банкер и оценка риска в агробизнесе ориентируются на погоду, а у нас ориентировка на климат, потому что мы даем возможность нашим хозяйствам не только краткосрочные но и длинные критики, чтобы они изменили технологию. И у нас было несколько таких просто фантастических примеров, когда не урожай везде, но те клиенты, которые три года внедряли новую технологию, у них оказалось производство зерна с уникальными. Вот здесь под Ватайском находится Красный сад, где в лихие 90-е годы там просто с трассы труб выбрасывают расчистили, построили, сделали все, что необходимо там. Поставили итальянскую технологию выращивания яблок, израильскую технологию полива, вместо 100 сантиметров с гектара собирают 300 сантиметров с гектара. Вот такие проекты надо кредитовать. Вот это будет. Вот Селин Прошкин мысленно прокручивает через себя, потому что технологии, по которым работали мы с нашими птицепабрика, это технологии, которая является секретом для всех банкиров. Мне очень приятно бывает на международных конференциях двух коллег-банкиров, которые говорят о том, чтобы пойти в сельское хозяйство, ретали и колонами, и я их за это говорю. Женщик, пожалуйста, а сколько должно быть пухов на тысячу бурных сушек? Вот, это вопрос, который ставит ступик, потому что для диетического производства диетического яиц не нужны пухи. Поэтому, в результате того, что мы показали и доказали, что вот динамика будет именно такой, да, мы сошли нас, но потом будем быстро наращиваться, значит, в прошлом году, когда на следующий день мы с тобой объявили о снижении рейтинга Соединенных Штатов, Мудис повысил рейтинг Баку-Центра. Ну, это не взаимосвязанные события, были хромологические последования, лишний раз показывают как надо развиваться. В 2007 году мы это получили, стали серебряным призером вот этого конкурса Financial Times и IFC Sustainable Dendlinger of the Year. Очень сильное чувство, когда начинаешь осознавать, что ты конкурентно способен, оставаясь региональным банком лучшего региона, ты становишься конкурентоспособным на глобальном рынке. И это само по себе стимулирует дальше. В 2010 году мы получили награду лучший банк устойчивого развития новой экономики. Но есть еще несколько наград, которые связаны с нашими успехами в платежах, международных платежах и расчетах. И в этом году мы пошли в шорт-пиз конкурса, который проводит АСП. но надо участвовать в таких конкурсах, потому что, как говорил мой проект, мало сделать хорошую работу, надо не уметь доножить руководство. Вот когда доказываешь, что вот такие результаты у тебя, это впечатляет. В этом году мы стали первым банком по качеству кредитования малого бизнеса, первым в Российской Федерации. Мы сделали пятое место по объему кредитования малого бизнеса. Вот смотрите, что такое устойчивый банк. По активам и капиталу мы близки там топ-70, топ-75. Но то, что касается новых технологий, современных рыночных продуктов, малый бизнес, кредитование населения, это мы входим в топ-50. Значит, и вот еще какое важное соотношение для устойчивого банка. Это соотношение депозитов и кредитов для населения. Потому что что делают на сегодняшний день все банки? Мы берем деньги у одних и даем другим людям. И когда мы это делаем, то считается, что мы покупаем риски, продаем риски, банки центра без еще этими рисками и управляем. Потому что мы средним за тем, чтобы эти пропорции у нас не нарушались. Если смотреть на нашу долю на юге России, то среди местных банков в Росковской области практически уже ничего не осталось. Среди всех банков мы занимаем второе место. И жесткая конкуренция, которая сегодня идет, каждый день едешь куда-нибудь обязательно открыт какой-то новый банк. Как это происходит? Почему в Росковской окно новый банк открывается? Потому что каждый раз, когда я выступаю вместе со своими коллегами на международной конференции, я рассказываю о том, что мы делаем. Я слышал, как здесь Росковь хорошо. И вот дальше несколько раз будет международная конференция, на которой все сидят в коридор и мотивирую своих сотрудников соответствующих терминам, почему до сих пор не открыт филиал в городе Ростове-на-Думу. Долгое время на меня сотрудники обижались о том, что зачем мы делаем эту конкуренцию. Специально для того, чтобы быть еще лучше, чем мы есть на сегодняшний день. И мы действительно очень успешно и очень удачно выполняем наш бизнес-план. Причем когда мы выполняем этот бизнес-план, это у нас не сиюминутная конъюнктурная выгода, это у нас стратегия, это уже третья стратегия, которую мы реализуем вместе с Европейским банком на реконструкцию и развитие. В чем особенность нашей стратегии? Стратегия на самом деле это документ коллективного творчества всех сотрудников банка. И когда у нас была стратегия Юг России плюс, потому что было большое желание наш опыт по всей стране разместить, и когда мы сегодня говорим, а почему вы не открываете филиал в Антемансийске? Спасибо. Уж лучше выгодно, чем мы к вам. Но, тем не менее, мы пойдем по этому пути, мне нужно еще полтора года, всем нам нужно еще полтора года, сейчас скажу, почему. Так вот, когда разрабатывалась вот эта вот стратегия на 2015 год, мы в 2010 году пригласили сюда, вот в этом зале около 10 часов проходил проект Сторг, когда аналитики из Банка Роджик, Ситибанка, Европейского банка реконструкции развития, Немецкого банка развития, сидели здесь и обсуждали разные сценарии развития и мировой экономики, и развития нашего банка. В результате этого брейнсторминга было определено три ключевых сценария, это если мы будем развиваться примерно по 17% в год, плюс инфляция, это если мы будем развиваться, если правительство Ростовской области начнет делать грамотные реформы, то мы сможем развиваться на уровне 32 федерации, начнет делать структурное преобразование в стране. Но на самом деле стало в конечном счете ясно, что не все так благополучно у них, поэтому ответственность нужно брать только на себя, и появилась эта замечательная стратегия. Как она разрабатывается? У нас есть математическая модель, которая учитывает в себе все показатели, все требования регуляторов. Она учитывает также требования международных регуляторов, потому что то, что касается нашего капитала по российским международным стандартам, базили-3, мы вынуждены это делать, потому что у нас партнеры работают по этим стандартам. Все эти требования по капиталу первого уровня, мы должны учитывать все эти требования. Плюс еще некоторая пропорция связана с нашим рынком. И когда поскольку это все сбалансировано, то резких каких-то рывков в ту или иную сторону возможностей не остается. Ну, если кто-то имеет математическое бэкграунд, то можете себе представить это решение характеристических уравнений, когда уравнение динамики, когда решение как раз-таки получается только до определенного значения характеристических чисел. 17, 32, 45. Так вот, когда эта стратегия работает, мы на сегодняшний день, банк, видно уже по нашим показателям, что мы на сегодняшний день, в рамках этой стратегии, мы уже находимся в середине 13-го года, потому что по многим показателям мы уже превзошли то, что планировалось на 1 января 2013-го года. И когда мы сейчас разрабатываем наш бизнес-план, то этот бизнес-план он у нас уже очевидно, что это будет цифра середины 2014-го года. Так, что важно устойчивым бэнгингом? Устойчивым бэнгингом важны три ра. Это рентабельность, это рост, и это риски. Риски как раз-таки и учитываются вот этими показателями. Плюс ко всему мы обеспечиваем рост, это так называемый органический рост, когда за счет собственной прибыли мы умудряемся нарастить свой капитал, и это позволяет нам динамично достаточно развиваться. Это то, что касается цифр. Теперь, то, что касается содержатель. Вот устойчивый бэнгинг, он охватывает все позиции, все позиции банковского управления, включая взаимоотношения акционеров, включая взаимоотношения между акционерами, менеджерами, персоналом и клиентами, это взаимосвязь бизнес-плана, миссии, стратегии и бизнес-плана, управление активами и обязательствами, это то, чем любит заниматься наше казначейство, это инвариантный репортер. Почему инвариантный репортер? Потому что хороший, хорошо работающий банк, он должен быть хорошим, независимым от того, какая используется система учетов. У меня в жизни был случай, когда в 90-х годах служил выступление одного народного депутата на международном форуме, он очень долго рассказывал о том, что нужно внедрять международные стандарты, и он его даже задал вопрос и стал, кому и сколько надо заплатить за то, чтобы российская банковская система перешла на международные стандарты. Он отвечал еще 20 минут, из этого я понял, парень, не волнуйся, уже заплатили, чтобы не переходить на международные стандарты. И с этой точки зрения, я именно тогда и осознал, что мы должны быть инвариантными по отношению к любой системе учетов. И приехав с этой конференции, я уговорил своих директоров, уговорил наших менеджеров, что нам нужно обязательно сделать аудит за 98-й год. Это было страшно, но когда вы стали по аудиту, история про аудит по международным стандартам. Но мы сделали этот аудит, сейчас я вам покажу, что из этого получалось. Когда первый раз прайс-водер Хаос-Култен приехал сюда, то за первым же обедом они сказали, вы будете в шоке, когда мы вам покажем, что такое международный стандарт. Когда они уезжали, они сказали, мы в шоке, мы не думали, что можно так работать в России. И до сих пор они никак не могут выйти из этого шокового состояния. Значит, то, что касается риск-менеджмента. Вот когда мы ставили систему риск-менеджмента, это очень популярное слово, было лет, наверное, 10 назад, и мы попытались разобраться, а, собственно говоря, в чем там смысл. Содержательно, это означало примерно следующее, что все балансовые показатели в банке, они должны рассматриваться не так, как они есть на самом деле, а с некоторой вероятностью. Просто, чтобы вы знали, даже по тем кредитам, которые клиент уже вернул, все равно по международным стандартам начинает, начисляется два процента риска. Просто потому, что тут рисковая деятельность у нас у банка. И когда мы начали разбираться, а в чем, собственно говоря, смысл этого риск-менеджмента. Риск-менеджмента как раз-таки заключается в том, чтобы грамотно оценить все эти риски. Есть специальные инструкции Базельского комитета, и мы эти инструкции все внимательно изучали. Когда здесь мы изучали риск-менеджмент, мы изучали его в Коменс-банке, у наших акционеров в Райфайсенландесбанке, ездили на международные семинары, сюда приехал специалист, который внедрял риск-менеджмент в Бундес-банке Германии, и он нам рассказывал, он был тоже поражен о том, как мы видим все эти вопросы. Что же нового, собственно говоря, видим мы во всем этом процессе? Первое, значит, это то, что Базельский комитет требует, чтобы построение этой функции оно носило более, использовались длинные ряды. Вот нельзя эти длинные ряды использовать, семилетние ряды, семилетние ряды до кризиса, во время кризиса, вот эти данные сами по себе они уже не работают. Так вот, мы используем специальные аэропорты и методы оценивания, я чуть позже расскажу об этом детали. Значит, по поводу аудита и комплайнса, проверяется все, нет закрытых тем, у нас операционная система, мы стали партнерами SIP, продукты, это те продукты, на которых мы можем это те продукты, которые улучшают жизнь наших клиентов. Малый бизнес, агробизнес, это выращивание новых клиентов и это особое отношение с инвесторами, причем эти инвесторы сегодня охватывают у нас не только большую семерку, но и страны. Теперь более детально. Значит, акционер. Считается, что если банк сделал IPO, что его акция находится на рынке, то нет большего счастья, нет общественного признания. Это действительно так. За исключением маленьких деталей. Если вы выходите в красивом платье в дождевую погоду, на грязную дорогу, то каким бы ни было, какой бы ни была красивая ваша одежда, на ней останутся среды окружающей среды. Поэтому free float это хорошо, но на самом деле это дополнительные риски. сегодня у нас участвующая структура акционеров. Эта структура акционеров позволяет решать все вопросы согласованных. Но эта структура такая, что ни одно решение совета директоров не может быть принято, если хотя бы один голос против. Это как совет безопасности в организации объединенных наций. Вы не представляете, с каким трудом и с каким упорством приходится готовить каждое такое решение, потому что нельзя допустить, чтобы хотя бы один человек усомнился. И иногда приходится по 3-4 часа дискутировать только для того, чтобы найти согласованное решение. Кстати, технологии уже отработаны и позволяют находить эти согласованные решения. Факт сам по себе уникальный. когда ЕБР вошел в нам капитал, мы внедрили вот этот corporate governance, я написал письмо президенту мирового банка, я написал письмо президенту европейского банка реконструкции и развития и еще несколько банковских ассоциаций проинформировал о том, что у нас такой акционер и нам нужен независимый директор, который мог бы все эти речи делать. Крупно повезло, значит, господин вертеки ушел из бундесбанка, начали с дирительной случайной, потом целенаправленно, он приехал сюда, он связался с нашим центральным банком, ему нужно было получать разрешение со старого места работы для того, чтобы ему все это позволили. И сегодня, ну вот, знаете, мечта любого олега, знаете, какая, заняться малым бизнесом. Потому что в большом отложенном бизнесе действует уже законом, а здесь такая вот возможность еще что-то проэкспериментировать, что-то сделать хорошего в этой жизни. Значит, именно что из себя представляет наша система корпоративного поведения? Это документы, которые регламентируют деятельность. Вот когда деятельность собрания акционеров, совета директоров, правления, все-все-все те инструкции политики, которые вы пользуетесь в своей работе. Я не думаю, что многие из вас заходили на сайт и смотрели все эти документы по одной простой причине. На самом деле, когда мы делали эти документы, мы их делали очень качественно. Что такое независимый директор? Банц-эндерогресс был создан первыми приватизированными предприятиями. То есть, директора, которым мы помогли делать приватизацию здесь, они сказали, нам нужен новый банк. Это были действительно независимые директора. Ну, достаточно сказать, что там многие директора, они могли судить со столовой, инспекцией, подавать в суд, на губернаторе могли подать в суд. Ну, независимые люди. Вот когда приезжает АЭС и начинает рассказывать, что независимый директор должен защищать маленьких, небольших акционеров, очень трудно было найти это взаимопонимание, но когда мы все это нашли, мы поняли, что на самом деле настоящий банк, он не может проводить геноцид миноритарных акционеров. Акционеров все равны. И когда читали репортажи о том, как в государственном банке проходят собрания акционеров, волосы дымом встают, но это, честно говоря, такая бандитская нормальная разборка, когда а вы вот там вышли, влашли рода суббота. Так вот, значит, это документы, которые регламентируют все наши собрания. Это политики, это наша стратегия, это кредитная политика, это политика управления рисками, IT-политика, учетная политика, и последнее, это наш кодекс корпоративной этики. Вот кодекс корпоративной этики, это очень тяжелый такой документ, в котором надо записать, как должны относиться друг к другу. для нас привычные эти вещи, но вот идиоматических выражений у нас просто в банке не принято. Если это не так, сообщайте, пожалуйста. И когда мы начали, каждый кредит, который нам дает международная организация, он сопровождается требованием что-нибудь улучшить в нашем корпоративном поведении. Последнее, что было в этом, это кредит от IFC, который мы получали в 2008, да, Саша, или 2009, они пожелали, чтобы мы включили туда еще sexual акт. То есть, мы должны были прописать о том, что если кто-то кое-где у нас пароли кому-то не мешает жить, то мы должны создать комиссию, мы должны были сделать там очень многие процедуры, рассматривать и так далее. Хорошо, что в этот момент начался скандал в самом мировом банке, связанный с тем, что герлфренд руководителя мирового банка, она даже не позаботилась о том, чтобы у него наски были заштопали во время боевого похода. И это все зафиксировали корреспонденты. В общем, на фоне этой дискуссии, когда все это шло и этот маразм, я не выйду на самом разуме написал. Никогда не будет у нас комиссии парткома по моральным обликам. Все, что у нас есть, это у нас каждый сотрудник банка может по любому поводу, который ему не нравится, обратиться на любой уровень руководства. И руководитель обязан ответить сотрудникам банка. Это необходимо и достаточное условие. Мы гордимся тем, что у нас минимум 80 детей рождаются каждый год банк. Потому что вот этот вот ход корпоративного поведения, он очень суровый моральный и нравственный стандарт. Проводил до коллегки, женился и все получается. Так вот, мы это все работаем. Работаем до такой степени, для чего мы это делаем? Очень хотелось денег. Для им и дешевых. нам нужно было обеспечить вот эту инвестиционную привлекательность. Когда мы начали перерабатывать все документы, которые существуют, мы увидели, что многие документы на самом деле, они содержат исключения зрения. Сегодня был повод вспомнить одну ситуацию, когда сотрудник сделал ошибку и в качестве исправления, это было еще на заем постановление банка Центр-реста, написал большую дневную инструкцию, в понедельник принес, что этого больше никогда, ни с кем, ни в коем случае, не происходило. Вот я на 12-й старт написал на нем, зачем написал документы, напиши короткое заявление об уходе, и так станет все ясно. Мы увязали очень грамотные интересы акционеров, менеджеров, персонала и клиентов и в конечном счете сформировали вот ту корпоративную культуру, которой мы очень гордились. То, что касается нашего управления активами обязательствами. Когда я показываю этот слайд, особенно в учебной, вузовской аудитории, прямо коллеги-педагоги, наверное, прямо хотят вот эти слайды взять себе, потому что это просто классика жанра, потому что между счетами клиентов и кредитами, которые раздает вам, должно быть в соответствии. Вот это соответствие как раз-таки мы обеспечиваем, управляя нашей эффективностью. Мы никогда не берем на себя больше рисков, чем мы можем взять денег с этого рынка. Обычно мы берем с рынка около 100 миллионов долларов каждый год. Этого хватает для сбалансированного развития с точки зрения срока долгосрочных и краткосрочных наших ресурсов. Вот когда мы с рынка привлекли уже 200 миллионов долларов, мы заключили договоры, у которых нет ни одного банка в России. Ну например, какие договора с Евразийским банком развития? Ну нет. За австрийским банком развития у нас работает договор. Нет ни у кого другого таких банков. Потому что нас знают на рынке, нам доверяют, и мы никогда не злоупотребляли этим довериям. Это было шоковое состояние, когда шоковая рынка, когда мы, будучи региональными банками, без всякой государственной поддержки, спокойно продули 300 миллионов долларов рынку. И рынок понял, что здесь работают профессионалы, с которыми можно работать. Еще одно наше большое счастье заключается в том, что у нас диверсифицированная экономика. И эта диверсифицированная экономика позволяет нам грамотно распределять риски. Потому что, когда идет дождь, то те, кто отмечается кредитованием строительства, они кричат о том, что наши риски возросли. А те, кто отмечается хозяйством, отмечают наши риски снизились, наконец-таки пошел дождь, урожай будет успешно. У нас сбалансировано не только по отраслям, это эффект нашей экономики. У нас еще сбалансировано между малым бизнесом, ритейлом и корпоративным клиентом. Вот такая структура, это структура, которая обеспечивает банку безболезненное существование очень долгие годы. И когда наконец-таки произойдет разделение платежных систем и систем, которые связаны с инвестициями для населения, то бабушка, принося каждое 100 рублей, она будет 90 рублей откладывать на счет для осуществления своих текущих платежей, а 10 рублей она будет распределять по рекомендации наших сотрудников на портфели, которые связаны с покупкой активов в малом бизнесе, с покупкой с тем, чтобы профинансировать квартиры других наших клиентов, ну и что-то оставлять на голубые фишки и более сложные проекты. Может быть, будут такие бабушки, которые захотят инвестировать в очередную олимпиаду, почему нет? Но мы будем предупреждать о рисках, всегда будем предупреждать о рисках. Ну, с точки зрения наших возможностей, смотрите, благодаря тому, что мы берем длинные деньги с рынка, мы можем кредитовать долгие проекты. Как правило, проекты в малом бизнесе это 2 года, проекты в энергоэффективности это 3 года, более сложные проекты в сервисном хозяйстве это как минимум 5 лет. Грамотное сочетание долгосрочных и краткосрочных интересов позволяет уходить от принятия спекулятивных решений. То, что касается нашего внутреннего аудита контроля соответствия. Пункт номер 1 заключается в том, что как строится система контроля спекулятивного. Вот есть процесс, контроль процесса, контроль над контролем и дальше строится такая пирамида, которая в конечном счете не работает. У нас система контроля выстроена таким образом, что за каждой операцией как минимум два глаза работает и каждый сотрудник, видя любую операцию, которая у него вызывает подозрения, не просто может, а обязан сообщить. Даже если там ничего нет на самом деле, но он должен ему непонятно. Вот он считает, что здесь есть. Он может сказать о том, что я считаю, что там есть. И наша служба внутреннего контроля обязана это проверить. Таким образом, у нас получается тотальный контроль это не вертикальный, не вертический, а тотальный контроль. И что очень важно, это то, что контроль соответствия, он у нас идет не только контроль соответствия с российскими стандартами, не только с международными стандартами, а еще и с лучшей мировой практикой. Как можно заработать на контроль? Когда становится вообще невыносимо жить от контролеров, самое лучшее это изменить процедуры так, чтобы они были понятны. изменить контролеров. В году 365 дней. Из них 200 дней рабочих. Как вы думаете, сколько дней в банке Центринвеста будет проверять разное проверяющее? Ну, по этой процедине. 663. В этих условиях только имея транспарентную, прозрачную структуру управления можно работать. То, что касается нашей стратегии. Ну, во-первых, мы утвердили нашу стратегию почти на полгода раньше, чем это сделал Центральный банк. Мы развиваемся чуть-чуть лучше, чуть-чуть быстрее, но тут очень важно быть на полкорпуса вперед. Потому что, если вы начинаете спекулятивный дэнкинг, вот, мы сейчас рванем и всех обгоним. А обгоним это надо вылетать на встречную полосу, а там уже другие риски. Так вот, у нас самое главное это все-таки развитие реального сектора экономика. И то, что Центральный банк только ставит в качестве такой задачи достижение долгосрочной эффективности, мы уже просто реализуем на практике. Это то, что я вам рассказывал, взаимосвязь стратегии и бизнес-плана. Вот сейчас у нас изменятся эти показатели и мы уже будем плясать на 2014 год с ученым тех результатов, которые мы достигли. теперь я вам обещал показать вот прайс от Аускус. Значит, когда мы начинали, мы начинали с нашим капиталом 15 миллионов рублей. Значит, если мы за это время с момента по международным стандартам, значит, мы вырастим в 400. Нигде в мире такого роста нет. Но это устойчивый рост, потому что мы соблюдаем все правила игры. Конечно, рост становится уже на точке насыщения, но в этих условиях как раз-таки важно, чтобы мы не брали на себя рисков больше, чем это нужно. Вот такие гримы у нас считаются практически по каждому портфелю. И когда я уже предупредил вас о том, что 7-летних данных нет, а как же тогда считать параметры этой гримовой верояльности? Для этого есть используются другие неклассические методы оценивания, так называемые аэропортские методы оценивания, когда на малой выборке можно получить большие результаты. Для этого используется обязательно содержательный анализ и методика слоеного пирога, когда формальный анализ сочетается с содержательным анализом, и для этого используется еще экспертное мнение. Вот когда вы накопите опыт работы в банке, то тогда и ваше экспертное мнение будет служить основой для того, чтобы каждому показателю нарисовать свою вероятность. Система управления рисками достаточно простая. Мы и прозрачны, мы просто приняты в резервах есть, планируем прибыль и берем на себя новые риски в размерах 95% этой прибыли. Не больше. То есть смысл нашей работы заключается не в том, чтобы как можно больше взять риски и получить прибыль, а наоборот. Вот эта прибыль будет у нас, и из нее 95% мы можем только рисковать. Дальше. Здесь наш капитал делится на операционный риск в соответствии с требованиями так называемого стандартного подхода. Там просто от дохода это вычитается из капитала и должно быть. А то, что касается распределения между рыночным и кредитным риском, то это соотношение у нас 85% это кредитный риск, это реальный сектор экономики, и когда мы все посчитаем, то оказывается, что у нас капитала во многих 80-х раз больше, чем это требуется для выполнения всех стандартных. Это достаточно хорошие показатели. Более того, поскольку мы считаем все показатели, связанные с базином 2, то вот это требование с базином 3 до красной линии это требование базинского комитета, а синяя линия это те фактические значения, которые есть на сегодняшний день у банка-центра инвест. Ну, есть желание посмотреть материалы базинского комитета это нелегкий, нелегкий документ для чтения. Сагра по сайту, конечно, беседы. Теперь, значит, наше достижение в области SAP for Bank. Когда мы начинали в 2007 году выбирать операционную систему, мы сделали тендер из 16 международных. Вот, понимаете, можно, есть, знаете, разные уровни любви. Супружеский долг, ревновать соседу, ревновать копировку. Так вот, всегда надо копировку. Ну, для этого, конечно, надо немножко представлять об этом страну. Что нужно для того, чтобы знать страну? По информационным системам. Мы взяли лучшие фирмы, которые производят софтверы обман. Мы провели между ними тендер. Осталось три. Вызвали все три фирмы сюда и им в этом зале рассказывали о том, чем они лучше. Саперы понравились больше всего. У них замечательная продажа. Поэтому мы согласились. Но не только потому, что это было хорошо рассказано. Это было еще действительно очень грамотное преимущество. Это индустриальная система с разделением бизнеса и учета операций очень легко осваивается менеджером и открытый код. Это очень важно для банков. Особенно в России для банков. Потому, что законодательство меняется еще без дедушкиной отговора. Взять и за этим числом достать все резервы. Для того, чтобы не было проблем со специалистами, нам пришлось создать центры по подготовке специалистов в САП в Южном Федеральном университете, в НПИ, в РИНХе теперь есть. Результатом всей этой работы стало то, что на сегодняшний день Центр Инвест подписан на соглашение САП признал нас своим партнером по локализации в странах в СНГ новой системы, которая выйдет на рынок только через 4 года. Но мы будем первые, кто будет давать рекомендации о том, что надо менять, а что надо не менять. Вы знаете о том, что у нас есть такой слоган Центр Инвест The Best. УСАП, РАНСАН, любая компания запускает САП. Когда мы первый раз делали свою презентацию в Альбурфе, то мы из этих двух слоганов сложили везут у САКС. Так вот, мы на сегодняшний день являемся полноправным партнером. При этом, когда был маленький банк, и продажи, и продукты, и клиенты, и риски, все это было то, что называется в одном флакуле. А вот когда банк растет, как это вместе обеспечить? Это можно обеспечить только за счет эффективной системы IT. И сегодня уже очень многое сделано в этом направлении. это не только признание САП, это еще и признание и улучшение нашей операционной деятельности, потому что так, как сделали мы, даже САП на это не рассчитывал. Нельзя молиться на одну операционную систему, была сделана шина, которая позволяет подключать разные операционные системы, но вести вот этот вот общий учет и вести базу данных все, это делает та система, которая наиболее эффективна. Это как раз таки и есть система SAP. Наш коллектив, значит, мы, вот часто звонят старые, возьми дочку, возьми родственника, дочка закончила, сын закончил и так далее. Мы не можем брать на работу людей со стороны, мы выращиваем кадры. Поэтому, если кто-то хочет работать в банке центра инвест, многие из вас как раз таки идут этим путем, это с третьего курса надо подать заявку, начать с элементарных операций, начать со зуб, с того, что делается и только время так, с ту человек берем, действие потом остается у нас на следующий год на следующий год. если они работают лучше, то дальше они вытесняют тех, кто уже устал от работы. Самая большая проблема, вы станете крупными руководителями, вы будете столкнулись с проблемой, с которой обычно сталкивались советские директора, когда женщины-друженицы, был такой лозунг, который висел здесь, на этом издании, слава женщине-друженице. Так вот, они сообщали за пару недель о том, что они выходят в декрет, это всегда вызывало напряженность с точки зрения системы. Здесь это становится известно трудовому коллективу несколько раньше, что позволяет трудовому коллективу с заботой и вниманием относиться к будущим матерям, потому что в этом случае все знают, что на период декрета заработная оплата будет разделена между оставшимися сотрудниками в момент пользы выхода после декрета значит что нельзя допускать это очень длительный после декрета оплата, потому что законодательство меняется очень быстро трудно останавливаться. Так вот, эта система на сегодняшний день она позволяет гармонично сочетать интересы и банка и сотрудника. То есть надо прийти студентам, пройти определенную школу, дальше найти свое личное счастье в банке и после этого еще и социальный вид, потому что сегодня те, кто владеет у нас иностранными языками, они не могут участвовать во всех конференциях, и членам променения и членам кредитного комбината нет, но мы посылаем сотрудников для того, чтобы они привозили все новое, то, что нужно нам для нашей непосредственной жизни. И перед то, что касается наших взаимоотношений в мире, где нас знают, где нас любят. Вы очень долго работали с европейскими странами, у нас офис в Лондоне, и этот офис как раз таки очень эффективно работает, потому что в Лондоне там не просто бюрократия, там в какой-то момент мы поняли, что нам нужно смотреть не только на Запад, но и на Восток. Мы подключились к работе со страной ИПС, и вот это выступление в Кайнане, это было первым моим выступлением, вот так пишется план Центра Инвестна китайскими иероглифами. Когда я понял, что я не просто приехал сюда для того, чтобы показать себя, а еще и защищаю Родину, потому что, представляете, Россия отвечала за панель внедрение энергоэффективных технологий. Это с учетом того, что в Китае реализуется успешно 12-й пятилетний план, который он называет «Зеленая пятилетка», в Бразилии у нас телемост мы проводили здесь, мы учили, в Бразилии нас учили, как делать бензин из тростника сахарного, а мы учили, как кредитовать коммунальное хозяйство. Очень интересный это было. Короче говоря, когда я понял, что я делаю пользующую до российской стороны, я сказал, а можно мне пригласить участников, по протоколу, с мином надо все такие вещи согласовать, участников в Ростов пригласить. Ну, пригласи, может быть, пронесет, но прятает. но надо же было сделать так, чтобы мы все-таки получили этот результат. Поэтому я бы что-то сказал. Юг России играет ту же самую роль в российской экономике, что и страны в глобальной экономике. Вы можете посмотреть на нас, как это делало в лаборатории, в которой идут те процессы, которые вам придется выбрать. В конечном счете, это было весною, а осенью Россия, Индия и Китая будут здесь у меня в кабинете присутствовать. Теперь мы постоянный участник, но запад мы не бросаем. Это интервью в The Bank. Теперь то, что касается направлений, в которые мы инвестируем. Ну, я уже вам сказал о том, что смысл банковского бизнеса сегодня заключается в том, чтобы с одного рынка выгодно на другой и вот так вот ловить, где выгодно, где не выгодно. А взять все лучшее, что есть в мире, профинансировать и получить соответствующий результат. Вот этот результат мы имеем. У нас уже несколько тысяч таких проектов уже успешно реализованы. 15-го числа в Таганроге будут открывать новые линии профинансированные с помощью банка Центральной. Так вот, когда мы все эти вопросы делаем, когда мы решаем эти вопросы, есть рабочее название художская модернизация. Почему художская модернизация? В отличие от Сколбаса, она идет несмотря на поддержку правительства. И мы очень рады этому, что идет несмотря на поддержку правительства, потому что мы имеем очень серьезный результат. Ну вот, посмотрите, что у нас получилось с малым бизнесом. Мы первую программу поддержки малого бизнеса сделали в 97-м году сами разорвали. То, что произошло с кризисом, произошло у всех. Но вот это, это уже реальная модернизация. На самом деле там должен был идти пилообразный рост, но на юге России малый бизнес развивается уверенно. Вот это то, что мы здесь уже получили за три квартала этого года. 40% всех кредитов, которые были выданы в 2011-м году, это инвестиционных кредитов, это кредиты, выданные банком центра инвестиций. Мы не просто кредитуем бизнес на текущие вещи, мы кредитуем их на модернизацию. Что как банк работает там, работает три десятка сотрудников, имеющих ученые степени и звания. Поэтому книги, которые мы делаем, вот последние по этой книжке, мы запустили этот проект в 2009-м году, и за три года, в 2010-м за три года, количество школьников, которые учатся по этому учебнику, увеличилось в четыре раза. Это школьники, которым, это необязательная программа, это по их выбору только можно делать. Но по себе тот факт, что мы помогаем, выращиваем даже уже с ранних лет этих клиентов, это очень здорово. Проект «Огновь Европу» это данные о малых предприятиях на пяти языках, там еще китайские сейчас добавили, то, что касается нашего ритейла, нашего населения. Это мы никогда не занимались, не будем заниматься идти проскредитованием, потому что каждый раз, когда мы даем деньги на квартиру, мы смотрим, чтобы у клиента были деньги еще для того, чтобы семья нормально жила, чтобы хватило денег на ущобу детей, чтобы хватило денег на покупку машины. И вот такого рода беседы как раз-таки позволяют видеть завтрашний день, следующую генерацию. То, что касается нашего автобизнеса, я уже сказал, что здесь важно, чтобы финансирование шло не менее, чем на пять лет, потому что если брать три года, то два года могут быть неурожай. Если брать пять лет, то за пять лет два года точно будут урожай. А в наших условиях это всегда позволит вернуть взятые деньги. все, что касается нашей энергоэффективности. Мы единственный банк, который серьезно занимается профессиональной энергоэффективностью. На нашей базе происходит обучение многих российских банков, белорусских, украинских банков. И в этом году даже пришлось обучать в Беруте банкиров из Северной Африки и Ближнего Востока. Действительно мы уже стали самим лучшей мировой практикой. Проблема заключается в том, что внедрение энергоэффективности в России это очень сложно, но технологию, которую мы предложили, технические, финансовые и социальные инженеры, позволяет решать эти проблемы достаточно успешно. И у нас уже устойчивый рост этого энергетического портфеля. Более того, вот эта вот фотография была из Таганровского офиса. Офис, который открыт был только потому, вместо оборудования, которое занимало такое помещение, оказалось, что достаточно 4 квадратных метра для центрального теплового пункта, в котором происходит обмен воды из магистрали, с водой, которая идет непосредственно уже в дома. Мы открыли этот центр, и вот эта фотография, она была подарена президенту международной финансовой корпорации, европейского банка реконструкции развития, кредит государственной государственной области. Это действительно уникально, и последнее, что было сделано, это был организован уже визит на теплоэнергию, строительство области, в полпредстве, чтобы можно было мультиплицировать этот область. В городе это действительно достойно, 8 веков просуществовал город и наши дети должны об этом знать. Десятый год подряд, мы будем устраивать балл, это 5 миллионов рублей, каждый год мы выделяем, ну и для наших предпринимателей мы регулярно проводим семинары, такие центры сейчас будут еще, как у нас здесь работают, будут открытые страны, открытые шахты, есть еще один проект, но о нем пока не будем говорить. Теперь еще один важный момент по поводу патриотических чувств. Ну, это очень большое счастье, что мы с вами живем на юге России, потому что при всех кризисах регион, который производят продукты питания, не заниматься выигрыш. Если теперь посмотреть, что в этом регионе индивидуальных предпринимателей на душу населения, вот у нас, это наша доля, на душу населения у нас, да, 16 процентов населения, да, все правильно, населения и это мобиль в мобиль Вы чувствуете, какая ответственность ложится на ваших плечах? Вам нужно будет для будущего правительства России дать очень четкие рекомендации, как должна развиваться российская экономика. Не на нефтяной и газовой, а на основе вот этого диверсифицированного производства. И теперь вот просто цифры, которые как раз и показывают, как страны БРИК себя вели и как ведет себя экономика Юга России. Да, мы сжались, но мы двигаемся вот в этом северо-западном направлении и в промышленности, и в северском хозяйстве, и даже в строительстве, потому что наши предприниматели реализуют предложенную банную центральную стратегию сжаться до того, чтобы потом выстроить. Ну, собственно говоря, и все, что я вам хотел рассказать. Если у вас остались силы, я готов ответить на ваши вопросы. Спасибо.